Итак, господа, всех категорически приветствую, с вами Бабка на лавке. Соответственно, недавно пришла мне такая мысль, а почему бы мне не обозревать реплей? И не просто реплей, а обозревать реплей своими глазами, пытаясь объяснить вам, как я в принципе вижу игру. И мало того, пытаться в принципе объяснить вам, как играть. Сначала кратко скажу о том, что данная рубрика будет называться «Глазами роумера». Это все сделано по одной простой причине, потому что моя основная роль это роумер. Мой основной персонаж это вообще Атлас, которого я купил еще с далекие времена, пока я был грандмастером. И ни одна из этих игр на нем не была сделана вне рейтинга. То же самое можно сказать про Анжелу, Руби, Тигрилла. В принципе, все эти персонажи так или иначе сидят в роуме. И я на этом специализируюсь. Поэтому в вопросах передвижения по карте и наблюдения за картой могу смело и нагло заявить, что равных мне по большей части нет. Хотя на самом деле все-таки есть люди, которые меня превосходят, но в моей весовой категории их маловато. Итак, сегодня я бы хотел обозревать игру за Нану, где у меня выпала такая великая честь поролмить наконец-таки за нее. Я все кратко вам объясню, постараюсь максимально емко сказать, почему, что я делал. Я буду постараться объяснять каждое действие и говорить о том, как я воспринимал игру. Собственно, реплей мы сейчас пока запустим. А пока реплей будет запускаться, я скажу пару слов о том, что такое вообще роль роумера и зачем она нужна. Ну, собственно, роль роумера объясняется, собственно, из названия. Потому что роумер должен бегать по всей карте. И не просто бегать по всей карте, а делать это эффективно. Но вопрос, почему, объясню чуть позже. Ответ я дам. Главное подождать. Другой вопрос, который может возникнуть, это почему я выбрал Нану. Есть такая проблема, то что на стадии драфта я хотел взять Ксавьера. Ферст пик был не у нас, Ксавьера забрали. Все, он высекается. Атласа брать я не хочу на ферст пик, потому что я подозреваю, что вылетит Диги. Я подождал, пока произойдут пики у нас. У нас, соответственно, взяли Аврору, Тамуза, все было в порядке, все было хорошо. И тут у противника выскакивают Мелисса и Диги. Вообще, я хотел изначально взять Диги. Но, но, я резко понял то, что у нас не хватает точечного контроля. Я резко понял то, что у нас категорически не хватает массового урона. И после того, как пикнули еще сверху и Ня, и Лесли, я понял то, что эту проблему надо как-то решать. И решать эту проблему нужно будет капитальненько. Ну и поэтому я решил взять Нану. Нану в роум. Итак, пока что на экране происходит начальный этап игры. Тут ничего интересного не происходит. Типичный лайнинг. Сверху экспарь дерется. Снизу АДК, как обычно, тусуются. И вражеский роумер ходит с лесом. Важно здесь одно но. То, что в роль роумера входит в первую очередь наблюдение за всей картой. По мере возможности. Это не значит, что вы должны пытаться мониторить прям вообще все за гранью ваших возможностей. Вам нужно наблюдать ровно то, что вы способны увидеть. Вот сейчас я увидел то, что снизу нужна будет небольшая помощь. Поскольку все герои отсутствуют на карте. И сверху как минимум двое. Ну и вот здесь происходит разменный ганг. Дело здесь в том, что выбор наны произошел не просто так. И дальше это будет очень хорошо видно. Вообще говоря, основная роль в данном случае у меня была в том, чтобы бегать по карте и закрывать с собой все дырки на ней. Пока что у нас здесь фармит хаябусы. Ничего интересного не происходит. И говоря о выборе спалов, я еще хочу заметить одну очень важную деталь. Это... И... Вот. Это заклинание телепорта. Заклинание телепорта на роумере я выбираю в одном случае. Когда я вижу, когда против меня есть жесткие пушеры. А у меня здесь их целых две штуки. Это Мелис и Зилонг. Это позволяет спокойно сейвить вышки, что я буду сейчас сделать не один раз. И кстати, сделал по-моему сейчас. После того, как там уже сверху спилили, я телепортировался наверх и защитил вышку от моего спушивания. Вот. Что же касается остальных моих действий по карте, я буду комментировать их по мере того, как я их ощущал. Потому что сейчас на данный момент, пока я играл за Нану, я наблюдал следующую картину. Я точно знал то, что АДК находится внизу. Сейчас она ушла, но это не важно. Я знал то, что их саппорт находится здесь. Все. Это было все, что мне известно. И, выходя здесь, мне приходилось выбирать приоритет. Приоритетов у меня было два. Первое, это помогать нашему мидеру, потому что точечный стан Авроры мог спасать нам все жизни. И мало того, этот точечный стан выиграл нам катку по большей части. Тимфайтовый тамус может пока что еще сливаться. Это ничего страшного. Потому что его преимущество раскроется позже в тимфайтах. Близник прибегает ему на помощь. Я понимаю то, что мне не нужно тут обижать, потому что вот так стягивается половина команды. И пока что мне выдается свободная минута. Я решил пофармить. Параллельно самое важное то, что куст Наны может просвечиваться с помощью Молины. Точно то же самое делается с некой Ксавьера, если кто-то не знал. Обязательное условие это кидать просвет. По мере возможности. Сверху происходит замес, мне туда идти незачем. Снизу я знаю то, что где-то неподалеку ходит Мелисса. Первый ганг Зелонга на мою сторону. И здесь уже играет еще такая вещь, как простой фактор тупой-тупой удачи. Здесь мне прибегает спасатель и ничто. Кстати, весьма хороший знак, потому что это означает, что он смотрит на карту. И вот тут сейчас будет двойная удача. Ксавьер решает сделать выстрел и промахивается. Роль Роумера, она далеко не только заточена на техничность, она заточена еще и на удачу. Потому что Роумер вынужден подстраиваться под позицию команды в любом случае. Вообще говоря, роль Роумера и его задачи зависят строго от того, какой персонаж выбран и в какой командной композиции. Вот здесь у нас будет подобие замеса. Мы забираем Хайбусу. И они разбегаются. Ничего интересного здесь пока еще не происходит. Опять же, это только начальная стадия. Прямо самая-самая ранняя игра. До восьмой минуты. До первого лорда. И вот здесь происходит врыв Мелисы. То, чего я не ожидал. То, чего я не предвидел. Нам удалось ее законтролить. Но она смогла нанести весьма немалые уроны. В принципе, она имела шансы зарезать нас очень быстро. Зелонг тем временем сплит пушит. И пока что на карте по большей части происходит обычный фарм. Мы забираем черепаху. Стоит отметить важные детали. Например, роумер. В чем была моя идея взять на роум Диги сначала? Я сначала хотел взять Диги по одной простой причине. Нам нужно было сбивать контроль. Потому что я уйду к Савьера. А поле к Савьера это очень страшная вещь. Его спокойно пробивает уль Диги. Я увидел Мелиссу. Щиток Мелиссы уль Диги тоже способен аннулировать. Если кто не знал, под ультом Диги можно спокойно бегать внутрь щитка Мелиссы. И ничего за это не получать. Вас толком не оттолкнет. Про Зелонга с Хайбусой я тогда не догадывался. Их тогда еще не пикнули. Мой подзначальный план был просто в том, чтобы спасать задницу своей команды. Больше ничего. Почему я не стал брать Танка? Ну, во-первых, у нас есть тимфайтовый Тамус. У нас есть кинь, который может просто прийти и вырубить как минимум одного героя. Что уже немаловажно. Во-вторых, почему я не стал брать какого-нибудь саппорта вроде Анджелы? Мне просто не в кого прыгать. У нас нет как такового АДК. У нас есть Весли, которая... Я на тот момент не помню, сколько у нее было игр. Но я в нее, мягко говоря, не поверил. Тем временем, нас гангают в нашу Аурору. Весли пытается ворваться туда. Но в этот момент и приходит, и забирает Зелонга. Я делаю что угодно, чтобы хоть как-то засейвить всю ситуацию. Кидаю контроль с просветом. И Инь идет разбирать вражескую тиму. Действие на самом деле за Нану на руме абсолютно нетривиально. Потому что ее основная цель это точечный контроль. И массовый урон. Это именно то, чего нам не хватает. Потому что у нас все скиллы заточены на точке. Лесли устраняет кого-то одного. Инь вырезает кого-то одного. Но может накидать скилла по площади. Аврора, в принципе, живет только за счет ульта и стану. И Танус единственный тимфайтовый персонаж, который будет наносить урон по всем. Все. Руководствуясь исключительно нашей командной композицией. Можно выявить то, что нам не хватает массового урона. И говоря о том, кого можно было взять вместо Наны. Если честно, никого. Поскольку Нана в рум это более-менее живая стратегия. И заменить ее просто не на что. Брать у какого-нибудь другого колдуна с массовым уроном в рум. Идея глупая. Просто по той причине, что у Наны есть эскейп в виде встроенной пассивки. У Наны есть точечный контроль. Ну и вдобавок, опять же, урон. У нее есть массовый и очень удобный урон. Достаточно просто и в исполнении. Потому что есть еще вариант, конечно, взять лойку в рум. Есть вариант обдолбаться крэком и взять какого-нибудь условного урана в рум. Можно даже попробовать взять грока в рум. Но все это дело нас не спасет до тех пор, пока у вражеских героев больше контроля, чем у нас. Вот эта Молина на самом деле очень мощный контроль. И перебить ее особо нечем. Что еще можно, собственно говоря, сказать здесь? Вот этот вот врыв Мелиссы иконечный. Когда Молина была кинута очень неудачно. Что по большей части, игра в руме подразумевает то, что вы передвигаетесь по карте активно. За все это время я успел побывать уже на всех линиях. Я наблюдаю за картой. Если я вижу то, что на ней враг, я стараюсь сдвинуться туда. Но только при одном условии. То, что если я знаю то, что там будет нужна моя помощь. Здесь я вижу то, что подбегает Диги. Я вижу то, что Диги теряет ульту. И я понимаю то, что самое время закинуть туда свою. Но я никого этим не задеваю. Ксавьер кидает свой стан. И вот проходит мимо их минер. И я в это время просто иду пофармить медочек. Просто потому, что у меня нечего делать. У меня все в КД. Ксавьер далеко. Их АДК где-то гуляет. И сделать я с этим абсолютно ничего не могу. Снизу стилонг тем временем абсолютно спокойно сплит пушивает. И если честно, на этом моменте я думал, что игра близка к проигрыванию. И вот то, о чем я говорил. Телепорт спасает вышки. Плюс синий сапог на роум. Синий сапог на роум сейчас помог добить зелонга. Выбор предметов за роумера зависит, опять же, только от персонажа. Потому что с одинаковым успехом можно было собрать нано условного танка. Но это не имело смысла, опять же, по той причине, что от нас требовался урон. Больше ничего. И кроме как нано, эту задачу выполнить никто не может в таком же объеме. А вот Диги в минера здесь бы очень хорошо зашел. Но, а, его забрали. Б, меня это не спасло бы от врывов тамуза. Потому что тамуз по нашей линии единственный инициатор, который у нас есть. Лесли тем временем постоянно сливается из-за того, что находится в диспозиции. Мы пытаемся забрать хайбусу. И при этом делаем это практически успешно. Но происходит одно но. Диги. Все было бы прекрасно, если бы не тамуз. Но это все нас не спасает. Я прекрасно вижу то, что снизу зелонг. И я принимаю решение сместиться вниз сразу же. Но Диги мне в этом деле препятствует. Поэтому я применяю, опять же, навык телепорта. Спасаю вышку и иду ломать лица. Навык телепорта на большинстве роумеров критически важен. И, если честно, если вы хотите отыграть у роумера и сомневаетесь в способности своей команды защититься. Всегда берите телепорт. Это спасает вам вышки. Это спасет вам игру. И, в случае чего, позволит вам быстренько тэпнуться на базу и снести что-нибудь. На случай, если вы боевой роумер. Там на карте через Туман войны было видно, что бежут лорда. Я уже оттуда сдвигаюсь, чтобы подсветить, что происходит. И не очень успеваю. Я вижу, что Хэйбуса пушит топ. Меня сейчас абсолютно ничего не волнует. Меня волнует сохранность базы. Потому что вся моя команда находится в верхней части карты. Или, как минимум, в середине. И я понимаю то, что кто-то должен закрывать нам базу. Наша база находится в опасности. Главная задача роумера – это следить за сохранностью базы и за сохранностью команды. И когда, зачем следить? Очень важная деталь, поскольку приоритеты нужно расставлять по мере того, как протекает игра. В данном случае самая большая проблема для меня – это Зелонг. Потому что Зелонг может контрольно вырубить любого нашего персонажа. И засейвить его я могу. Если я вовремя кину Молину. Но своевременный бросок Молины может и не спасти персонажа, как в том случае с вруем Мелисы. Она просто может выскочить. Опять же, нужно очень хорошо продумывать, когда и кому помогать. Сейчас мы просто чистим линии. Тем временем я абсолютно не знаю, что происходит на вот этой части карты. Абсолютно не понимаю. Я даже не знаю, что подкрадывается к нашему Танузу. И я пока что занимаюсь тем, что чищу линии. Потому что по большей части команды сейчас сходятся на базу. Мы стекаемся для обороны. И в этот момент я уже второй раз чувствую звоночек того, что игра проиграна. Но скоро вы узнаете, как все в итоге разрешилось. Разрешилась это наша победа, это вы и так знаете. Но как именно, вы узнаете совсем скоро. Я вижу то, что не очень хорошо дерется с Хайбусой. При этом каким-то чудом умудряется дожить. Мы теряем Аврору. Тануз пытается ворваться один в троих. И это очень плохая идея. Его храбрость это, конечно, клево. Но своевременно не сыграл он никакой роли. И вот в этот момент я чувствую то, что катка может быть очень быстро слита. И здесь надо выбирать приоритеты. Я знаю то, что на карте есть Мелисса. Я знаю то, что Зелонг куда-то ушел. И моя задача сейчас поддержать нашего стрелка. Я стараюсь держаться поближе. Вот как с каждой атакой я постепенно смещаюсь к ней. Здесь я вижу то, что Глэсли разобралась. Там уже подскочил лесник. Там уже к Савьер кинул ульту. И вот, все. Врыв. Время тимфайта. Я прокидываю ультец. И мне самое главное вырезать Зелонга. Потому что Зелонг представляет наибольшую опасность. Все, Зелонг вырезан. Все. Важный вопрос. Приоритет целей. В этой игре мои приоритетные цели это Мелисса, Зелонг и, как ни странно, Дигги. Вот эта вот троица, которая сейчас была вырезана, является самой большой головной болью для меня, как для роумера и для моей команды. Соответственно. Моя задача пытаться сохранить целостность моей команды до того, как они ее нарушат. И если в случае Зелонга все предельно понятно, ну просто потому, что он может вскочить, кого-нибудь убить, то с Дигги посложнее. Поскольку Дигги это их роумер и здесь начинается своеобразная битва. Вот здесь он теряет ульту, делает это очень глупо, потому что мимо него все пролетело. И по большей части просто всирает все преимущество в молоко. Мы стараемся забрать Лорда. Я вижу то, что подбегает Зелонг. Я понимаю то, что нужно давать Драпу, потому что я вижу Хейбусу сверху. И я не трачу телепорт. По той простой причине, что наша вышка падает и, соответственно, мой трон может очень быстро упасть. Сейчас я дефаю трон. И это очень важно. Всегда следите за сплитпушерами, потому что даже если вы это не замечаете в пылу тимфайта, все равно просто хотя бы глазком заглядывайте на карту. Это что касается общих принципов роума. Как говорится, мой первый пилотный выпуск. Я постараюсь объяснить еще немного того, как происходит процесс роуминга. И дальше мы уже будем постепенно набирать обороты. Сверху я понимаю то, что вся моя команда там. Я вижу там только Дигги. Все остальные лежали на тот момент в таверне. Нам ничего не угрожало. Все было в порядке. Все, Аврора своим точечным станом спасает игру. Я пошел начинать забирать Лорда. И ребята, соответственно, мне помогли. Все. Мы отдефали уже второго Лорда. Да, второго Лорда. Итак. В этот момент нужно понимать следующее. У нас нету фактически трех сторон. Но эта хрень падает с четырех тычек. Ну, там, с одного Роскоста Зелонга. Я вижу то, что Аврора бегает в соло. Я понимаю то, что ее могут забрать. Но вся команда стягивается туда. Поэтому я имею небольшую волю побегать в другом месте. И тут на Яня нападают. Я понимаю то, что нужно идти помогать ему. Очень соблаговременно кидаю. Потому что я вижу здоровье Яня, которое падает. И сейчас, сейчас начинается ответственный момент. У них живы основные дамагеры. У них жив сейвящий Дигги с своей ультой. Кстати, сборка у него, откровенно говоря, так себе. Зачем ему дожигание, непонятно. И все, что от нас требуется, это отдефаться и дождаться, пока у нас появится им. Потому что им нам необходим. У нас сплитпушит Хайбуса. Мы вырезаем Мелису. И, соответственно, у них теряется основная ударная мощь команды. Лесли пытается баковать. Но это в порядке вещей. Я вижу то, что в трон влетает стадо крипов. И на ноге дохожу до туда. Все, что от нас требуется сейчас, это пытаться спасти нашу команду. Вот это то, о чем я говорил. Контроль к Савьера штука страшная. Именно поэтому я изначально хотел взять Дигги. И теперь, находясь на миду, я вижу то, что там где-то бегает Зелонг. Я кидаю его в кусты. Вижу, что я его выкурил. Я вижу то, что снизу идут крипы. Я бегу защищать трон. Я кидаю сигнал сюда. Это мой пинг. И опять же, очень важно, очень важный здесь элемент, про который нельзя никогда забывать, это позиционка. Позиционка на Нани в Роум заключается в том, что мы играем вторым номером. Это важно. Мы всегда играем вторым номером по той простой причине, что инициировать мы не можем. Наша пассивка спасает нас только один раз. Тем временем, тем временем, им стягивает к Сау. Они там пытаются драться и не подходят победителем. И мне сейчас надо попытаться засейвить Иня, потому что вот, влетает Зелонг. Зелонг меня чуть не забрал при этом. И вот сейчас начинается самая большая проблема. Я понимаю то, что если этот тимфайт сейчас будет потерян, мы проиграли. Если эта дуэль проиграет, и, собственно говоря, дуэль мы проиграли. Но вместо того, чтобы войти в двух противников, они идут заниматься какой-то хернёй. И Аврора, зная это, просто вылезает её. Всё. Всё. Проблема решена. Причём решена она кристально чисто. Что мы имеем? На почти, вы что, 19-ую минуту у нас из всех объектов на карте практически целые линии. Мы находимся в дичайшем. Дичайшем просто. Недостатки по всем фронтам. У них уже забрано два лорда. И всё, что может спасти эту игру, выигранный тимфайт на лорде. Мы оба это понимаем. И вражеская команда, и наша. Я прекрасно понимаю то, что я не могу пойти вперёд. Потому что если меня вырежут, некому будет помочь от точечного контроля команде. И первый шаг принимает Аврора. Она разменивается с лесником. Приходит АДК, и я пытаюсь спасти АДК. Всё происходит в порядке. Ксавьер с большим уроном где-то там. Я не знаю, что сюда идёт Мелисса. Всё, мы оставили только двух. Причём довольно страшных дамагеров в их команде. Мелисса не смогла вовремя вырезать теня. И тем временем отваливается. Или не отваливается. Перепутали. Вот. Мы выиграем тимфайт на лорде. Это важно. У них кулдауны почти по минуте у всех. И, собственно говоря, по-хорошему мы можем сейчас совершенно честно выиграть. Всё. До конца катки остаётся буквально минута. Мы видим... Я вижу то, что здесь почти полный трон. Там далеко крипы были. По миду тоже далеко крипы были. И наш единственный вариант идти наверх. Всё. Вся команда бегает, пытается отдефать трон. Лорд сейчас пойдёт по миду. И мы в это время выбегаем с Лесли пушить топ. Я говорил о том, что Лесли сыграет очень важную роль в конце катки. И сейчас будет то, о чём я говорил. Сейчас моя задача сейвить Лесли. Она единственный источник урона, который и находится рядом, способен выиграть нам игру. Савьер почти её убивает. Я знаю то, что бежит Зелонг. Я уже увидел его вот здесь вот. И вот Лесли с ним справляется. Моей помощи не понадобилась. Я вижу, что там где-то рядом есть Хейбуса. Я вижу то, что рядом бежит конченая Мелисса. И я понимаю то, что всё в КД. Но мне нужно её каким-то образом спасать. Её светит Диги. Я понимаю то, что Хейбуса подскакивает. Я пытаюсь переманить на себя его. Здесь опять же роляет удача. Всё. Мы вырезали всех дамагеров. Кроме двух. И сейчас главная задача это не обосраться Лесли. Если Лесли падает, они спокойно могут нас всех разобрать. Но Лесли падает. Савьер заходится в войне. И вот сейчас находится второе применение. Я осадно телепортируюсь туда вперёд. И просто на игнорировании кидываю ульт. И стараюсь переманить на себя вышку как можно быстрее. Потому что чем больше её изобьют, тем будет лучше. И собственно говоря игра выигрывается. По-моему эта катка прекрасный образец того, как надо чувствовать ром. И по большей части вся информация, которую можно было получить, была видна на карте. Во время катки. Все мои передвижения опять же были хорошо видны. Все передвижения моих союзников тоже были видны. И на самом деле катка могла быть проиграна ровно два раза. Я тоже много где ошибался. Я не вовремя пинговал. Но опять же выпуск пилотный. Формат для меня новый. И я постараюсь сделать такие видосы покачественнее и поинтереснее. Что касается того, что мы имеем по окончанию матча. Это циферки. Для нас самое главное это зелёная часть. Как для роумера. И для роумера, который сделает урон. Красная тоже важна. Но по большей части опять же у нас есть Аврора, которая вырезала приоритетные цели намного лучше, чем я. И делала это очень хорошо. Она молодец. У нас был единственный инициатор в виде Тануза. И Инн, который правильно выбирал приоритеты. Потому что он вырезал то Ксавьера, то Диги. И Аксавьера и Диги, они могли просто массово нас вынести. И пожалуй, пожалуй, я считаю то, что это хороший образец катки на роумере. Абсолютно не иронично. В следующий раз я постараюсь сделать обзор на катку на Форамисе. Потому что вот эта катка действительно была на грани слива. И причём была она на грани слива в такой степени, что я просто не поверил в то, что было сделано. Но историю эту расскажу позже. Я постараюсь к ней подготовиться. А пока что... Кидаю лавку. До свидания, господа.